Друзья, всем пламенный привет с хутора Дюрсо. Открываем новый купальный сезон, новый курортный сезон 2022. Ну и такая наша небольшая зарисовочка, все самое необходимое, что нужно знать о этом курорте. Начинаем. Находимся сейчас в центре пляжа, центральной его части. Количество людей, вашему вниманию, на 29 мая 2022 года. Я уже искупался, скажу, водичка чистая, прозрачная. Такую зачастую можно встретить Дюрсо, вашему вниманию. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, поговорим о погоде. Согласно Гидромет, Ютуба поможет центру температуры воздуха. Такой у нас суперский термометр, 25 градусов. Да, и теперь мы будем замерять еще влажность, 30%. Теперь замерим водичку с суперточным прибором, прямиком из Колково. Наша уточка. Запускаем ее и замеряем. Утя, 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 плыви сюда. Так, смотрим. Показывает 16 градусов тепла, но здесь вытекает река Дюрсо. Может быть, конечно, и прохладнее, потому что я замерял в самом конце пляжа. Там было на градус выше, 17 градусов. Думаю, как раз-таки из-за горной реки это и связано. Что, прогуляемся немного по пляжу. Еще раз по поводу количества людей. Ну, для этого времени года, я думаю, однозначно не мало. Какой-то белый клык лежит, загорает. Морской песик кайфует, отдыхает. Да, из особенностей Дюрсо. Те обычные удобства, которые мы привыкли видеть на каждом курорте, это зонтики, шезлонги под навесами и так далее. Здесь есть как платные, так и есть и бесплатные. То есть, конечно, они отличаются. Традиционные пластиковые, это платные. Стоит, кстати, 100 рублей за 4 часа и 200 рублей за целый день. А вот это зона бесплатного отдыха. Так и написано, в принципе. Вот мы здесь и расположились на халяву. Ну, и такие своеобразные шезлонги, уже деревянные. Серега, что скажешь? Ничего не можешь сказать. По поводу чистоты, прозрачности водички. Как я сказал, чистое, прозрачности. Попадаются медузы, и более того, встретили змею под колодную. Покажу ее в основном обзорчике. Все заснял, все запечатлел. Еще немного о этом курорте. Пару слов. Находится в живописном месте. Слева, справа окружено все горами. Так, сейчас по кругу проведу, покажу. Вдоль береговой линии несколько столовых, несколько кафе. Посередине впадает река, как я говорил ранее. Он противоположный берег. Ну, и для на пляже, не знаю, метров 300, наверное. Максимум 400. И все. Сам хутор небольшой. Для любителей тихого, спокойного отдыха. Здесь нет никаких шумных ресторанов. Ну, может быть, одно кафе, где можно потанцевать. Максимум два. Так, в целом, просто зайти покушать. И при тихой музыке там можно побеседовать с собеседником, поговорить, пообщаться. То есть, нет такой прямо, как в Кабардинке или на других курортах, громкой музыки. Тусня, как я ее называю. Традиционные магазинчики, пляжные товары. Ну, все подробнее мы покажем в нашем основном обзорчике. И, пожалуй, и все. Смотрите, наши новинки. Смотрите, прямые эфиры. Да, для прямого эфира здесь интернет не ловит, к сожалению. Будет полноценное видео уже на следующей неделе. Не пропустите. Обнял, приподнял, поставил. Лайки, отдыхайки, как всегда, приветствуются. Пока-пока.